Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы хотели бы поговорить с вами на такую насущную тему, как аденоиды у детей. Что такое аденоиды? Аденоиды это патологическое разрастание лимфоидной ткани в области носоглотки. Чаще всего данные заболевания встречаются в возрасте от 3 до 7 лет, но может быть значительно и в более раннем возрасте. Причины данного заболевания множественные, в частности это может быть и различные вирусы, детские инфекции и так называемая аномалия конституции, лимфатико-гипопластическое состояние организма, когда нарушена регуляция лимфатической и эндокринной системы. Чаще всего родители приходят с такими жалобами к лор-врачу. Это затруднение носового дыхания, стойкое может быть затруднение, без наличия отделяемого холстя носа, то есть вызморкать нечего, храп днем или ночью, постоянно открытый рот, либо наоборот, что лечится, но плохо поддаются насморк лечению, что длительной кашей может быть. Все это приводит пациентов к лор-врачу. Чем неприятны данные все эти моменты? У ребенка может развиться, во-первых, частые болезни ОРВИ, которые протекают затяжно, то есть насморки, подкашливание длительное и плохо поддающее лечение. Возможно развитие частых отитов, ухудшение слуха на этом фоне. То есть, поэтому своевременное обращение к врачу, не заниматься самолечением, особенно не использовать сосудосуживающие капли, которые малоэффективны в данном случае, могут, которые еще ухудшить ситуацию. Поэтому рекомендуем приходить, конечно, на консультацию к специалисту. Ну вот, как я сказала, что чаще всего родители жалуются, это затруднение носового дыхания, храп, открыт рот. Все вот это патологическое такое состояние формирует так называемый своеобразный аденоидный тип лица. Когда сглаживаются носогубные складки, развивается постоянно открытый рот и формируется такое высокое небо, удлиняется челюсть, ну то есть как бы полулунное такое лицо. Поэтому своевременное и правильное назначенное лечение, как бы это все будет, не доведет, скажем, до развития такого состояния. Вот. Чаще всего применяется, конечно, консервативное лечение аденоидов. То есть это после осмотра, определения состояния носохлочной миндалины, назначается определенное медикаментозное лечение, которое, конечно, длится не там 1-2 дня. То есть это все-таки займет определенное время. Последующим присоединением физиолечения, такого, как, например, лазеротерапия, которая очень эффективно идет на аденоиды. Ну и как бы общий-таки укрепляющий момент – это профилактика ОРВИ, закаливание ребенка, наблюдение регулярно лор врача. Ну и, к сожалению, не всегда можно провести адекватно консервативное лечение, все равно приходится прибегать к оперативному лечению. Данный, как бы, вид лечения используется, конечно, реже, чем консервативный, но по показаниям мы, как бы, его применяем. У нас в клинике он осуществляется, проводится под общим наркозом, как бы, детки спят, все это операция очень быстрая. Вот, показаниям к операции, конечно, тоже тут более такие строгие. Это стойкое затруднение носового дыхания, когда идет уже с периодами, такими симптомами апнои. Во сне, когда ребенок вдохнул, а выдохнуть не может, у него происходит задержка дыхания во сне. Он как будто вздрагивает, просыпается. То есть, вот это вот прям является уже показанием к оперативному лечению. Ну, и, как бы, соводствующая патология, когда идет формирование проблем с ушами, то есть, снижение слуха, то есть, тут это тоже 100% рекомендованное оперативное лечение. Вот, поэтому выбирайте, как бы, правильного врача, правильное лечение и не занимайтесь самолечением, обращайтесь к вор врачу. Спасибо.